Расстрельные ямы На местном кладбище в Карманово у братской могилы жители поселка. Этнических немцев сейчас здесь нет. Уехали еще в 40-х. О судьбах репрессированных рассказывают старожилы. Анатолий из Колосова. В 30-х это колония Бергдорф. Жил такой человек Якуб Есер. Он был сотрудником НКВД и выдавал всех наших людей. Этот Гробовский там жил, тоже рядом с нами. Он был матросом на Потемкине. И он вернулся сюда, в свою деревню. Был первым лесником, а в 1938 году, когда вот эти расстрелы шли, то его тоже замели. Гробовский тоже попал в список этого Якуба Есера. Его в Грилепуль повезли. Доносы, кляузы, причины арестов разные. Чаще всего надуманные. Немцев-колонистов приговорили к высшей мере наказания. Просто за то, что немцы. Приехали сюда немцы из Германии, из разных мест приехали. Кстати, впервые приехало сразу 100 семей. Их расселили в разных селах. И они основали на пустом месте буквально. Строили глинобитные домики, но основали вот такой вот поселок. Чем они занимались? Они вообще были ремесленниками. Когда приехали сюда, их привезли на это красивое место. И спросили их мнение. Они говорят, да, действительно красиво. Как же назовем будущий поселок? Они говорили, Нойштат. Нотштат значит город. Они были ремесленники и думали, что построят город. Но нет. Построили Нойдорф. С немецкого – новая деревня. В поселке даже сохранилась карта. Вот так располагались дома немецких переселенцев. Все, что произошло с ними, это было без судебного решения, без следствия и суда. Чисто по идеологическим мотивам. Люди, которые приводили в исполнение эти жестокие приговоры и в страшном сне, они могли себе представить, что когда-то их жертвы найдут свой покой в родной земле и над ними будет совершена молитва. И они упокоятся с миром, как и все христиане. Должны ли мы сегодня дальше искать, кому-то предъявлять? А не кому же предъявлять. Нет этих людей. Это время было такое, когда сосед писал на соседа, когда родители заставляли отказаться от детей и наоборот детей от родителей. Это же 9% страны – враги народа. Вот такое время было. По инициативе президента Красносельского здесь этническим немцам, жертвам политических репрессий, откроют мемориальный комплекс.